На очереди Красный Александр Цибульский посетил национальный поселок в графике осмотра социальных объектов и личный прием местных граждан. Какие проблемы волнуют жителей? Дорога жизни в Тундре продолжается строительство межрегиональной автотрассы Наринвар-Усинск. Срок окончания уже известны. Сбор предложений в Наринваре стартовало рейтинговое голосование. Каждый житель города может предложить те общественные территории, которые, на их взгляд, необходимо привести в порядок. Как это сделать? Золото и серебро из пробирки за пять минут в столице региона заработал фестиваль, одаренные дети артские кино, фимия, сложные эксперименты. Ребята ожидают насыщенная программа. Вмешалась небесная канцелярия, изменилась дата проведения традиционных соревнований Лыжня России. Всему виной неблагоприятный прогноз погоды. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. Здравствуйте! Подводим итоги пятницы в студии. Олег Итанзейский. Мы начинаем. Губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский с рабочим визитом посетил поселок Красная. Делегация, в которую также вошли депутаты, прокурор и руководители профильных департаментов, посетила детский сад. Поселка встретилась с советом ветеранов и провела прием граждан по личным вопросам. Подробнее расскажет Александра Литкова. Обновленный детский сад в поселке Красная начал работу две недели назад. Как признаются работники учреждения, после ремонта здесь стало намного теплее и уютнее. Вместе с депутатами окружного собрания губернатор осмотрел музыкальный зал, пищевой блок и группу детского сада. Детский сад сейчас работает до 6 часов вечера. Забирать детей родители должны не позднее, чем за полчаса до закрытия. Это время не устраивает ни родителей, ни воспитателей. И нам очень хотелось, конечно, по... Вот мы писали уже по депутателю, чтобы дети не работали в детском саду. Сейчас у нас дети находятся до 18.00. Мы сейчас уже раз, по-моему, обсуждали. Да, до оптимизации, когда вот они ходили до 7.30 утра, до депутатки 30, это было городом. И родители, да, родители. Тем более сейчас у нас сообщение с искателями, автобус выходит поздно, с города, с искателей, да? И в связи с этим, если малого родителя надо уникать по каким-то делам, то есть он не успевает забрать ребенка в вечер. Этот вопрос будет решен профильным департаментом в ближайшее время. После осмотра детского сада делегация отправилась на встречу с советом ветеранов поселка. В дружественной обстановке за чашкой чая красновчане смогли задать интересующие их вопросы. Основной проблемой в селе, как и везде по округу, является жилищный вопрос. Один из них касается нового окружного закона по выкупу аварийного и ветхого жилья. Мне бы деньги не нужны были, мне бы просто квартира нужна. А на эти деньги, что мы получим, это 3 миллиона, ничего не купишь, такую же развалюку купишь, только как у нас сейчас. Александр Цибульский разъяснил принципы работы нового закона, который вступил в силу 1 января текущего года. Воспользоваться правом получить компенсацию за аварийные квартиры в округе на сегодняшний день намерены более 80 семей, в том числе и жителей Красного. Мы принимали это решение по выкупу жилья, это, я так понимаю, в рамках этого нового закона вы говорите. Это для чего? Для того, чтобы как раз дать эту какую-то альтернативу людям. Если вам кому-то не нужна, допустим, там квартира, нужны деньги для улучшения жилищных условий, то можно взять деньги за эту квартиру, допустим, продать свою, купить там большую квартиру. В этом смысле мы нашли это решение. Ну, как вот оно пока такое. Дать в городе сейчас невозможно, потому что в городе огромная очередь стоит людей, которые ждут переселения из ветхого аварийного, инвалиды, дети-сироты. А социальную очередь я даже не говорю, это там почти 2000 семей стоят в очереди. И эту всю проблему надо решать. Ещё один волнующий жителей посёлка вопрос касается правил рыболовства. В частности, закона об ограничении рыбалки в летний период на реке Печори. На сайте прокуратуры тоже подготовлено разъяснение к этому закону. И, к сожалению, там не всё так просто, как считали, что вот сейчас примется новый закон и всем разрешат рыбачить. Да, рыбалка не ограничена с удочкой. Вот таких ограничений нет. Но, наоборот, правила, в том числе правила рыбалки сетями, они, наоборот, ужесточены, на мой взгляд. И, наверное, это объективно правильно. Сами правила рыбалки будут приниматься правительством и компетентными органами. В завершении рабочей поездки Александр Цибульский провёл личный приём жителей в поселковой администрации. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Вице-спикер окружного парламента Максим Арбузов отправился в рабочую поездку в село Великовисочное. Вместе с ним туда направился и председатель общественной молодёжной палаты при собрании депутатов Владимир Абрамов. Там они намерены провести ряд мероприятий с молодёжью и встречу с населением. Депутаты от фракции «Единая Россия» в ходе поездки в Великовисочное также посетят библиотеку и передадут книги в дар учреждению от партии. Мы хотим посетить школу, мы хотим посетить интернат, мы хотим посетить ферму также и встретиться с работниками учреждений, естественно, в первую очередь школы, пообщаться. Я проведу приём граждан и также мы проведём ряд мероприятий с сельской молодёжью. Председатель общественной молодёжной палаты Владимир Абрамов встретится с молодёжью села и расскажет о планах работы палаты на этот год. На этот год мы планируем вообще познакомиться с молодёжной палатой с сельской молодёжью, поучаствовать в спортивных мероприятиях, ребятам рассказать о нашей деятельности, донести до них, что можно участвовать в законотворческой деятельности, вообще выяснить, какие есть проблемы у молодёжи на селе и попытаться помочь им их решить. Кроме того, Владимир Абрамов проведёт мастер-классы на командообразование и выявление лидерских качеств у молодёжи. Сроки строительства участка автодороги Наринмар-Усинск переносятся на 2022 год. Это связано с изменениями в стоимости реализации проекта. Этот отрезок, в который входит мост через реку Шапкино, станет завершающим этапом на дороге Наринмар-Усинск. Изменения срока строительства участка автодороги обсудили на заседании администрации. Как пояснил руководитель регионального департамента строительства, планируемая стоимость строительства участка дороги Наринмар-Усинск с мостом через реку Шапкино увеличится до 996,5 млн. рублей. Это связано с учением объёмов как вложений, затраченных строительства объекта в период с 2016 до 2015 года, который составляет 555,5 млн. рублей. Что необходимо учесть в балансовой стоимости объекта в целом. Мероприятия, которые были сделаны ещё в Архангельском, в момент, когда полномочия находились у Архангельска. Также в связи с переносом сроков строительства объекта с 2018 на 2002 год, необходимо учесть, что стоимость вырастет с 322 млн. в 2018 году до 441 млн. в 2022 году. Сейчас на этом участке автодороги необходимо провести дообследование, подготовить проект, так как несколько лет он простоял в недостроенном состоянии. Члены заседания одобрили. Предлагаемые изменения, они будут внесены в бюджет Нинецкого округа. С сегодняшнего дня в администрации Наринмара начинается сбор заявок для проведения рейтингового голосования. Горожане могут предложить общественные территории, которые, на их взгляд, необходимо привести в порядок. По результатам рейтингового голосования определятся территории, которые будут благоустроены в 2019 году и в период с 2020 по 2022 годы. Сбор предложений будет организован в семи точках города. Это магазины «Печеряночка» и «Кооператив», «Спортивная школа труд», «Торговый центр «Строймастер», «Дворец культуры Арктика», «Дворец спорта Норд», «Администрация Наринмара». Заявку можно заранее скачать на сайте. Заполненный бланк необходимо распечатать и принести в одну из точек приема заявок. В электронном виде заявки принимаются по адресу гор-адм-собака-адм-дефис-энмар.ру. Напомню, в 2018 году в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды в Наринмаре благоустроены три общественные территории, за которые проголосовали горожане. Это сквер между зданием ЗАГСа и автомобильной дорогой по улице Первомайской, сквер между зданием МФЦ и школу номер 3, а также смотровая площадка в районе Морского порта. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который позволит штрафовать водителей за нарушения ПДД на основании видео, снятых так называемыми «народными инспекторами», добровольцами, зарегистрированными в специальной государственной системе. Законопроект предусматривает, что постановление об административных наказаниях за ряд нарушений ПДД может быть вынесено без составления протокола, в случае, если их зафиксировали очевидцы. Граждане смогут на видео снимать или фотографировать правонарушения на свои смартфоны со специальной программой. Законопроект предлагает таким образом упростить процедуры привлечения к административной ответственности владельцев транспортных средств за такие правонарушения, как нарушение правил движения через железнодорожные пути, проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, правил проезда перекрестков, правил маневрирования, правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона и другие. В пояснительной записке к закону отмечается, что опыт народных инспекторов был применен в Москве и Татарстане. Другим темам сегодня в регионе стартует первый конкурс для руководителей лидера Ненисского округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Цибульский. Лидеры НАО – проект аппарата окружной администрации, разработанный по поручению главы региона. Главная цель проекта – создать резерв управленческих кадров, используя максимально прозрачный механизм его формирования. Желающие попасть в резерв, необходимо пройти процедуру конкурсного отбора, при этом ограничений по месту проживания и работы для претендентов нет. Чтобы стать участником, необходимо иметь высшее образование, стаж работы на руководящих должностях не менее трех лет, а также не иметь неснятой или непогашенной в установленной федеральным законом порядке судимости. Возраст кандидатов на руководящие должности в Нениском округе должен составлять не менее 25 и не более 59 лет. Первые два этапа отбора претенденты на место в резерве управленческих кадров будут проходить в режиме онлайн на электронной площадке проекта. Они должны будут предоставить свое видеорезюме, а также пройти тесты на общие знания и наличие управленческих компетенций. Третий этап будет проходить в очной форме. Оценка кандидатов будет бальной. Итоги третьего этапа подведет специальная конкурсная комиссия. Кинематографические спецэффекты, дым без огня, тайны средневековых писем, полет ракеты, золото и серебро из пробирки за пять минут, секреты, мультипликации и многое другое. Все это сегодня можно было наблюдать во Дворце культуры Арктика. Там, в День российской науки, открылся фестиваль «Одаренные дети Арктики». Его для талантливой молодежи округа уже в третий раз проводит Ненецкий региональный центр развития образования. В атмосферу волшебства, кино, магии, химии и сложных экспериментов смогла погрузиться и моя коллега Любовь Пермякова. На нем нанесено особое вещество, которое окрашивается при попадании на него воды. Вот так раньше люди пытались скрыть информацию. Секреты тайнописи на фестивале «Одаренные дети Арктики» раскрыли ученики четвертой школы. История посланий невидимки уходит корнями в глубокую древность. Например, еще философ Филон Александрийский в первом веке приводил пример рецепта невидимых чернил. И это только малая часть опытов на площадке «Экспериментальная химия». В меню, который представили ребята из естественно-научного класса, получение искусственной крови, которую активно используют в кинематографе. Здесь же можно было почувствовать себя искателем сокровищ, вооружившись вместо лопаты из золотоискателя пробиркой и парой химических элементов. С этим экспериментом ребят познакомила десятиклассница Вероника Котова. «Без какого-то философского камня мы можем получить золото и серебро. Для получения золота мы берем нитрат свинца. Вот этот замечательный раствор мы сейчас будем выпаривать». А после нагрева будущее золота ждет холодная ванна. «Нужно некоторое время опять же подождать. А пока что?» И вот оно, долгожданное сокровище. Ну и в завершении экспериментальной площадки юные химики подарили многочисленным зрителям яркий фейерверк. «Итак, мы говорим огромное спасибо ребятам». Пока одни проводят химические эксперименты, другие участвуют в разработке авторских компьютерных игровых программ. «В чем будет заключаться?» «В смысле в том, что надо поймать это сердечко и все, и будет расходиться из текста. Пока что это да». «Это пока, уверен Максим, игра легкая. В дальнейшем юноша будет совершенствовать и усложнять игровую задачу. А в это время на другом конце зала идет к своей мечте начинающий инженер Иван Шубин. Он сконструировал ракету, которая, кстати, готова к запуску. «Мы придумали более упрощенный вариант. И это просто насос вставляется и по резку движения воздуха ракета вылетает. Это выглядит примерно вот так. «Она берет и у тебя в руке все просто вот так вот так вот». Для любителей мультипликационного искусства на фестивале тоже можно было попробовать свои силы и оживить любимых сказочных героев. «Я на второй фотоаппарат поставила. Сейчас тут выложены просто все персонажи. Просто делается кадр, и все, и потом персонаж будет двигаться, и это все сплеивается». Кроме того, самых талантливых жителей округа ждали мастер-классы игры на гитаре, квиллингу, робототехники. Всего семь познавательных площадок. «Хотели бы больше, но места нам пока не позволило. Я думаю, что мы в следующем году выберем зал формат побольше для наших ребят. И я думаю, что мероприятие прошло с успехом. Ребята все познакомились с площадками, проявили к ним интересы. До сих пор они их не покидают и занимаются. Так что я думаю, что мы не ошиблись, когда сменили формат мероприятия. «В этом году мы решили сменить формат. Из большого зала концертного мы переместились в зал для проведения площадок, которые помогут заинтересовать наших детей в том или ином направлении». В рамках фестиваля «Одаренные дети Арктики» пройдут десятки различных мероприятий. Это конкурсы исследовательских работ, региональный этап «Ломоносовский турнир», чтение имени Антона Пырерки, конкурс для технически одаренных детей и другие. По их итогам будут выявлены лучшие знатоки и мастера своих увлечений. Возможно, кто-то из них представит Ненинский округ на федеральном уровне. Имена победителей будут объявлены 14 апреля. В этот день пройдет торжественное закрытие фестиваля. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Лыжня России в Ненинском округе переносится на 10 февраля. Организаторы поменяли дату проведения гонок из-за неблагоприятных прогнозных погодных условий. Время сбора и начало стартов остается без изменений. Напомню, первыми на лыжню выйдут дети. Им предстоит преодолеть дистанцию от полу до одного километра в зависимости от возраста. Девушки и юноши 11-12 лет пробегут 2 километра. Эту же дистанцию предстоит преодолеть женщинам 40 лет и старше. Молодых людей возрастной категории от 13 до 17, а также женщин от 18 до 39 лет ждет испытание длиной в 3 километра. А следом за ними расстояние в 5 километров преодолеют юниоры, мужчины 18 и 39 лет, от 40 лет и старше. Мужчины и женщины 2000 года рождения и старше пройдут самую длинную дистанцию в 10 километров. В Наринмаре готовятся к празднованию 84-летия города. Предстоящие мероприятия обсудили на заседании рабочей группы в мэрии. В совещании приняли участие представители муниципальной окружной власти, депутаты горсовета, а также окружного собрания. Праздничные мероприятия, посвященные Дню города Наринмара, начнутся в конце февраля со студентами Наринмарского социально-гуманитарного колледжа, Ненецкого профучилища и аграрно-экономического техникума, а также с городскими школьниками пройдет ряд встреч. Также по традиции глава города Олег Белак встретится с награжденными знаком за заслуги перед Наринмаром. 6 марта в актовом зале мэрии состоится встреча памяти Леонида Ивановича Саблина, которому 8 марта 2019 года исполнилось бы 70 лет. В этот день в администрации соберутся родственники, единомышленники и соратники Леонида Ивановича, чтобы отдать дан уважение государственному и общественному деятелю региона. Завершатся мероприятия 10 марта торжественной церемонией, на которой будут чествовать ветеранов города. Прощание с Тихоном Сидейским состоится в Наринмаре в эту субботу. Напомню, почетный гражданин города ушел из жизни 7 февраля. Сама церемония пройдет в Большом зале Дворца культуры Арктика. Она начнется в 10 утра и продлится до 11.30. Тихон Иванович Сидейский будет похоронен на безымянном кладбище в Наринмаре. Для тех, кто собирается проститься с ветераном окружной столицы, будет организован автобусный рейс. Почетный гражданин Наринмара Тихон Сидейский скончался на 88-м году жизни. На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды. Хороших выходных и до встречи в эфире.